Мы уже сообщали, что заканчивается переходный период санкций, введенных Евросоюзом в отношении нефтепродуктов из Российской Федерации. Так что с понедельника их ввоз из России в ЕС запрещен. Но ведь люди перевозят не только горючее, но и товары, вещи и деньги. И мы пригласили в студию главу таможенного отдела налогово-таможенного департамента Эрика Хельдна, чтобы разобраться в этом непростом вопросе. Добрый вечер. Добрый вечер. Закон о вывозе из ЕС в Россию наличных евро действует уже год. Но тем не менее, многие то ли забывают, то ли по ошибке какой-то, но берут с собой наличные, и вам приходится, соответственно, останавливать и разговаривать с ними. Как часто такие случаи происходят? Эти случаи повседневные. Что касается запрета на вывоз евро, то не только евро и все остальные валюты, которые в обороте других стран Евросоюза, например, датские кроны, чешские кроны, польские злоты и так далее. Действительно, такой запрет есть. В этом запрете есть одно исключение. Есть ли эта сумма необходима для того, чтобы доехать до пункта А и вернуться обратно? И понятно, что если человек берет с собой, например, 5 или 6 тысяч евро и говорит, что он на один день собирается поехать в Петербург, то этого человека просто не пустят с такой суммой, через границу попросит вернуться обратно. Если эта сумма запрятана, и видно, что действительно человек, зная, что такая санкция действует, но намеренно ее нарушает, увы, за этим может последовать и наказание, и есть ни один, ни два случая, когда были уголовные расследования. Самые большие суммы, увы, которые пытаются спрятанно от нас вывезти, превышали и 100 тысяч евро. После введения санкций работа таможни немножко перевернута, так сказать, в другую сторону или на голову, потому что обычно таможня проверяет товары, которые въезжают в страну. Но сегодня мы очень много уделяем внимания то, что от нас вывозят, потому что мы не хотим, чтобы в Россию попала бы определенная техника, определенные товары, ну и в том числе такая же наличная валюта в евро. Например, я еду к родственникам, к бабушке в Россию, и с собой сколько я могу взять? Ну, Россия, во-первых, большая, и зависит от того, сколько будет продолжаться это путешествие, сколько будут затраты, например, чтобы купить, например, тот же билет, скажем, если эта бабушка проживает где-то в Иркутске, или она проживает на Сахалине, то сумма это одна. Если человек собирается на день в Петербурге или тем более житель Нарвы, который в основном пересекает границу каждый день, и берет с собой 6-7 тысяч евро, это вполне такие обычные случаи, и собирается утром поехать в Ивангород и вечером вернуться, то понятно, что с этой суммы не выпустят. Потому что идея, почему нельзя вывозить евро в Россию, для того, чтобы не закупались бы товары в России, и тем самым помогали бы экономике России в военное время получать доход для того, чтобы воевать в Украине. А на карточке можно деньги вывозить? На карточке, во-первых, большинство карточек, которые у нас в обороте в Эстонии, те же самые Visa и Master, они просто в России не работают. Большинство российских банков уже не в системе SWIFT. Так что если вы едете куда-то в центральную Россию, где действительно там может быть 300-400 евро необходимо для того, чтобы поехать, это вполне понятно, но эта сумма не может быть для таких целей, например, с чем мы часто сталкиваемся на границе, человек говорит, я заработал тут вот эти деньги, я везу для того, чтобы оставить своей семье, которая проживает, например, бабушка, дедушка где-то в центральной России. Запрет вывоза евро в том числе действует на то, что их нельзя передавать третьим лицам, которые являются жителями России. Если вы их будете прятать, вы рискнете в том, что окажетесь будущим преступником. Если вы сомневаетесь, посмотрите, пожалуйста, на нашу интернет-страничку emt.ee, где вся эта информация есть и на русском языке. И если действительно вы про это забыли, но на границе вспомнили, подойдите к нашему таможенному сотруднику. Он или она с радостью вам объяснит, потому что мы не хотим, чтобы кто-то попал бы в ситуацию, где он или она должна чувствовать себя правонарушителем. Но обязательно не делайте того, что заведомо зная, что есть ограничения, вы будете куда-то эти вещи прятать. Поверьте, наши собаки, которые работают на границе и ищут валюту, работают очень хорошо. Самый большой случай, который я вспоминаю, вот за последний год, где собака нашла больше 100 тысяч евро, запрятанной в тайниках в машине. То есть нет смысла искушать судьбу и рисковать стать преступником. Спасибо за столь важную и полезную информацию. Успехов вам. Благодарю. Мир меняется стремительно. Из-за войны, которую начала Россия, вводятся новые и новые санкции. Так что в случае, если вы собрались отправиться в такую поездку, наведите справки, посмотрите страницу нашего таможенного и пограничного департамента. Попытайтесь понять правила ввоза в Россию, причем именно на день вашего пересечения границы. Ну а мы надеемся, что наш сегодняшний гость, глава таможенного отдела налогово-таможенного департамента Эрик Хельдна, еще не раз загранит к нам в студию. Ведь авторитетные советы такого специалиста в столь сложное время очень важны.